А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Совсем скоро стартнёт четвёртый сезон. Компания Blizzard повестила нас о том, что 3 августа начнётся четвёртый сезон дополнения Shadowlands. Четвёртый сезон будет экспериментальный, будут судьбоносные рейды, будет изменение формата MFG+, в том плане то, что нас ждёт не полностью Reborn абсолютно всех Shadowlands'овских подземелий, а у нас будет 2 Shadowlands'овских подземелья, 2 Легионских подземелья, 2 БФАшных подземелья и 2 Дренорских. Это довольно-таки интересно, поэтому компания Blizzard искала о том, что это сезон как раз-таки экспериментальный. Само собой будет повышение итем-левелов. И то, что я вам сейчас покажу, это довольно-таки интересно для тех игроков, которые думают о том, где гирится, откуда вообще гирится и всё такое прочее. Предоставляю вам таблицу. Самая обычная Google таблица. Слева в маленькой табличке PvP Gear. Мы знаем, как работает PvP Gear. PvP Gear работает таким образом, то, что имеет один итем-левел для PvE боёв, а в PvP он немножечко повышается. Таким образом, на основе этого смог составить циферки. Взяв за исходное число итем-левел без ранга, также написано там, что будет в режиме войны или там на БГшках, на рейсинговых активностях. И просто прописал новые итем-левелы, основываясь на те итем-левелы, которые были ранее. Далее рейды. С рейдами всё прекрасно, с рейдами всё понятно, то есть мы просто там открываем путеводители по приключениям и смотрим, какой итем-левел, откуда падает. Да, с ластов будет 297-й. Тут я указал примерно 298-й. Ну, я не думаю, что будет какая-то разница в одном этом левеле. И, скорее всего, всё-таки в PvP-табличке тут будет 297 вместо 298. Но посмотрим. Я не зря указал значок примерно. Вот. То есть получается 311-й лут с ластов в мифик рейдах судьбоносных. Будет максимальным. Какие у нас ласты существуют? Давайте вспомним. Это генералы Каменного Легиона и Сир Динатрий в замке Нафрия. Далее, если рассматривать рейд Светилища Господства, это Келтузад и Сильвана. Если же мы рассматриваем текущий актуальный рейд Гробницы Предвечных, то там у нас получается даже 3 ласта. Это Ригелон, это Властители Ужаса и Тюремщик. 311-й гир. То есть миксануть можно довольно-таки интересно. Далее, правая таблица, это уже миф-плюсы. Миф-плюсы мы помним прекрасно, что у нас имеется и, конечно, нулевочка, да? Самая обычная с 262-м этим левелом. И далее самое обычное повышение. Закрывая какие-либо ключики, мы наполняем наше викли-хранилище, недельный сундук. И таким образом, с недельного сундука за прохождение пятнашек мы будем получать 304-е вещицы, что эквивалентно гиру с мифик-рейдов. Как-то так, такая таблица. Ну и, само собой, чуточку ниже ранги апов за доблесть. 288-й это, само собой, 9-й ранг. Это тот, который мы получаем при прохождении пятнашки. И далее мы просто апаем на 3-4 ритм-левела за каждый ранг, за доблесть. Таким образом, получаем 298-ю, ну или 297-ю вещицу. Не знаю реально насчет этого. Тут, то есть, возможно, погрешность в красном цвете. Посмотрим, что будет. Узнаем, как говорится, в тот момент, когда уже будем апать эти вещицы и когда их будем лутать. Таблицу, само собой, я скину с собой в дискордик, канал сетевого анонса. Можете чекать. Также там и о рейдиках в Светилище Господства. Не забывайте, мы на Сильвану ходим еженедельно, маунтов дропаем. Возможно, вам это будет интересненько. Само собой, эти рейды будут продолжаться и в четвертом сезоне, в тот момент, когда рейд будет несудьбоносным. То есть, когда он будет текущей вот сложности. Где мы пришли, шотнеры ушли. Как-то так. Что ж, все на этом. Монолог. Можно заканчивать. Таблица, повторюсь, будет в дискордике. Все ссылки в описании. Всех вам благ. Спясть и здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.